Итак, друзья мои, всем привет. Мы находимся на весенней рыболовной мистике 2022 года в Москве. Посмотрим, что здесь сейчас есть. Продолжение следует... 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 Друзья мои, Тула сделала новинку, назвали ее Расколбас, говорят расколбашивает судака на 1-2, будем брать на полу. Веса есть все, почти наверное, от 4 грамм заканчивая 40 граммами, ну почти все скажем так. Смысл этого расколбасы при падении, приманка начинает такие движения делать и говорят, возбуждает сильно хищника. Короче, будем пробовать расколбасы, пойдем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, вот себе приглядел, как резкая поездка в Астраханскую область. Как модель называется? Диверсант. Прям как я, диверсант. Модель ручки, ручки не на флисе, да? Нет, флис идет здесь и в брюках до сапога. А здесь грудь и спина, так понимаю, да? Здесь все по кругу. По кругу, кроме рук? Кроме рук, да. Если грудь и ставить флис, то все равно сколы движения. Да, да, да. Вентиляция подмышек есть. Говорят, еще один. Штаники проветриваются полностью снизу. Вот, вентиляция. Короче, костюм мне очень понравился. Значит, он ветром влагозащитный. Ветром влагозащитный. А дождик какой держит, скажем так? Моросящий дождик будет целый день держать. Ну, усиленный ливень, конечно. Зависит от интенсивности. Ну, в принципе, как раз, наверное, что-нибудь. Воздух, ну, по-моему, нормально. Костюм утеплен еще снизу у колена, да? До сапога. Вот здесь вот, до сюда флис. Дальше уже без флиса. Ну, не сильно шуршащий, нормально. Ну, если бесшумный, то тоже. А, сейчас еще и банды бесшумный посмотрим. А, вот утяжечка есть тоже отлично. Бывает, капюшон падает на глаза. Да, и не очень удобно. А этот прям, ну, нормально. Но это тоже дождь держит, а это точно не держит? Да, это точно держит дождь. То же самое, такая же мембранная. Конечно. Тот шуршит, этот не держит щит. То есть, тот для рыбалки, но для охоты. До минус петли, да. Но это тоже моросящий дождь будет держать. Все то же самое. Разница только в покрытии. А как модель отличается? Это материал на слайде, а там-то слайде. А, материал на слайде. А, материал на слайде. Этот не шуршащий. Так, и вы мне еще говорили летний. Летний его не привезли, нету, да? Нет, не привезли, да. Антимоскитный, только короче... А, москитный или про мембранную ткань говорим? Который от мошки. От мошки, ну, нет, не привезли. А еще в мембранной ткани летнего доходности есть. Это демисезонный, это демисезонный. Вот здесь идет флисовая подкладка, флисовая здесь идет подкладка, а летний вот там трикотажная подкладка. То есть он тоже от дождя, да? Да. Это софшел, трехслойный материал. А этот тоже дождь нормально держит, да? Да. Ну, это демисезонный. Смотрите, да, что-то там у нас есть, потому что я его... Сказал, что... Ну, да. Осторожно. Продолжение следует... А это что производство? Волгоград, ну городского смолочного Красавчики На студенте Макс Фишинг Палочку Абу Гарсье нашли Очень симпатичная Длина у ней Не знаю, какая длина здесь написана Тестка 140 грамм 237 237 Стройудилище Довольно такое, как в Иссея Наверное, если сравнить Пайккастинг, который я показывал Что-то среднее, допустим Если брать Спортекс, наверное, Магнус Вот Производитель Производитель заявляет Это фаст Ну да Это, наверное, не экстра паста Паста Хорошая В принципе, под определенной задачей Для троллинга в один спиннинг Палка отлично Она и симпатичная Ручка довольно-таки длинная Это жерковая палочка Но, повторюсь, я пользуюсь всеми Жерковыми палками своими Низкие колечки Для троллинга в один спиннинг Отличная палка Очень симпатичный дизайн С фурком под мультик С фурком под мультик С фурком под мультик С фурком под мультик Есть вариант Ручка С фурком под мультик Не подается Здесь нет Здесь нет Нашли Так, еще одну палку нашел Палка от компании Пен Модель Регимент Регимент 2 Тес Длина 240 50 ЛБ Это серия Инлайн С утренными колечками Вот наша палочка Вот наша тема Это астраканская тема Прямо огнищик Просто огнищик Это типа СФТ Это типа СФТ Да Поставь ее пока На эту сторону Так, что еще мы здесь видим Так, это уже более мягкое удилище Скажем, для стаканового троллинга Для второй палки подойдет Это тоже пеновская палка 20 ЛБ 2.10 Вот, вроде бы тоже более-менее Так, это еще одна палочка Абулгарсье Бестл ПРО Есть смысл сделать Икс Веркер 50-200 Размер не вижу Ну, где-то по-моему 2.10 Ну, где-то по-моему, 2.10 Ну, 1.10 Дай-ка еще раз, стой Да, это вот что-то, наверное, типа банишера, наверное Вот наша тема Вот, смотри, баллон Это вся наша тема вообще Ну, кто так понимает Это уже палочка до 265 грамм Чуть-чуть пожестче Ну, вот наша тема То есть, здесь разные От 165 грамм Ага Максимальный какой там тест? Максимальный Это 265 Максимальный 225 Есть Так, 150 200 А это что за чудо? Что-то другое Тоже типа эссея что-то Ну, вот они, опушная палка, в принципе Ага Не 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 Ну не все серии нормальные, просто надо как бы проверять и смотреть. Так, эта серия называется MSX. MSX, она зелёного цвета. Это 950 грамм. Да, ты можешь устанавливать здесь малевую отметку. Допустим, выдвинул ты от тюльпана вот этот узел или там у тебя соединительное кольцо какое-то. Ты спустил там условно на метр от тюльпана или два, нажал на кнопку, объявил, что это нулевая отметка. Потом, когда ты в процессе вываживания борешься с рыбой, ты не контролируешь этот момент. Чтобы у тебя в тюльпан не уперлось либо это кольцо, либо узел. То есть она, во-первых, первый дает сигнал один пи, громкий сигнал за 5 метров до этой нулевой отметки. Потом за 2 метра массивная. Офигенно, это рыбу хорошо вываживали. Не нужно смотреть, ты понимаешь, где она находится. На, подержи. По мощности она, как ты вообще говоришь? По мощности она, по мощности, у ней максимальная затяжка фрикциона 10 килограмм. То есть это можно ловить даже весоменько. А почему она не нажимается? А это сейчас она стоит в режиме для ответственного блеснения. Да, как это уже все. Ты нажимаешь на эту клавишу, она фиксируется. Офигенно. Сколько такая стоит? До, скажем, всех этих историй она стоила в розницу порядка 18 тысяч. Нормально. У меня такая катушка. Я на море такой катушкой ловлю. В отвес. Она не боится соленой воды. Ее позиционируют, как катушка для троллинга на судака. Катушка для троллинга на судака? Да, они ее расписывают. Надо будет брать. Так, у них размер только такой один, да? Она бывает чуть меньше. А это какой размер? Ну, у них два размера. Это называется Dora Max LCD 50. А есть еще просто Vax LCD. Она где-то там в подсобке, но там есть, вы сейчас можете показать. Там у каждой катушки, у каждого отверстия, куда они вставлены, все написано. А, пойдем. Вот тоже PEN-овская катушка, довольно-таки неплохая. 300-я. Морская, низкопрофильная катушка. Вот бюджетная катушка, 13 тысяч тоже PEN-овская. Вот такой бочонок. У тебя теперь другой? Ну, вот тоже. Здесь по страхам сформулись. Да. Ищет, видимо, клеится. Да. Ну, еще. Опять другая. Понятно. Да. Ну, еще. Опять другая. Ну, еще. Ну, еще. Не отвал się. Ты же сделал? Есть listor garbage. так вот еще нашли максимум трейсер 2.10 до 120 лб вот она говорят трейсер будет жестче чем джаз у них толще вершинка по диаметру а по строю? по строю примерно одинаковые бревна что то что это с живой вершинкой трейнговая вы наличие личным трейсер подходит отлично ну да в принципе определенные условия ну из того что я знаю сомика на 20 точно доставали причем дилетанты особо не церемонии ну так что вот так вот это в Одессе очки делай погнали делай красавиат Продолжение следует...